Привет, привет! Как и обещала, я снимаю вторую часть про свои парфюмы. Назову ее новинки. Новинки, как я уже говорила в первой части, это не значит, что они вышли в этом году, в 2012. А новинки для меня. То, что я открыла для себя совсем недавно. Ну, как недавно. Года два, точно. Последних. Начну с первого аромата. Вот такой аромат. Называется он Narcisse Rodriguez for her. Вот черный флакон. Извините, он заляпанный немножко. Черный флакон розовыми буквами написано. Narcisse Rodriguez for her. Это... Ой, что это у нас? Написано Eau de Toilette. Типа он не стойкий, но нет. Так я не скажу. Это очень стойкий аромат. Очень яркий. Это один из моих любимых, самых любимых ароматов, которые я никогда не поменяю. Буду пользоваться, я надеюсь, всю жизнь. Ну, если меня по какой-то причине вдруг не начнет от него тошнить. Что хочу сказать про этот аромат? Как я его нашла? Опять же, я работала в салоне красоты и пришла к нам дочка нашей хозяйки салона на обслуживание. А дочь, она живет и учится в Германии. Она прилетела, прилетала очень редко в Алмату. И прилетела и пришла к нам обслуживаться на какую-то процедуру, я уже не помню. И я возле нее, когда я проходила или стояла, я уже не помню, я почувствовала на ней этот аромат. В общем, он меня просто убил. Я настолько, мне он понравился. Это была весна. И просто я, знаете, я в него очень влюбилась. Очень-очень. Я, как всегда, от своей скромности никуда не денусь. Подошла к ней и спросила. Говорю, здрасте, мне очень нравится ваш парфюм. Как он называется? И она мне говорит. А она еще с таким акцентом немецким, плохо по-русски разговаривает. Говорит мне, что такое все спрашивать меня, спрашивать, что за парфюм все, вы спрашивать, другие спрашивать, ничего не понимать. В общем, Нарцисса Родригес, фухё, чёрный, говорит, чёрный флакончик, потому что, говорит, есть ещё розовый флакончик. Но нет, это говорит у меня чёрный. Всё, я давай искать его по всей Алмате, его нигде нет. И как-то я летела за границу, и, как всегда, в Beauty Free, не в нашем, опять же, Beauty Free не в Алматинском, а в Корее, в Сеул, в аэропорту Сеул, Сеула. Я нашла этот парфюм, увидела его, чёрненький стоит, на меня смотрит, там был ещё рядом розовый, они похожи, розовый немножко полегче, такой облегчённый. И в чём прикол, у чёрного розовая упаковка, а у розового чёрная упаковка. И моя подружка, купив тоже этот аромат, потом после меня, она перепутала нечаянно, она подумала, если он чёрный, значит, у него чёрную упаковку, купила чёрную, а там розовую. Не спросила продавщицу, в итоге такая, ну не такой, ну ничего, и потом всё равно она его перекупила, тем кто добрызгал, добрызгала этот, и накупила себе всё-таки чёрный, и она тоже, в общем, от него без ума. Он очень яркий, очень сексуальный, очень вечерний, бархатный, зимний, осенний, весенний, но не летний. Лето может быть в холодный какой-нибудь вечер, вам захочется себя порадовать, хотя, не знаю, он настолько мне нравится, вот, что я просто готова его вообще круглый год брызгать с утра до вечера, но я его, я стараюсь себя успокаивать, потому что мне быстро всё надоедает, я себе говорю, стоп, 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 иногда про него забываю, мне месяцами лежит, я на него смотрю, но не брызгаюсь, потому что, чтобы он мне не надоел. вот, в общем, классный аромат, какие здесь ноты, ну, я вот освежила память, прочитала в интернете, что здесь присутствует мускус очень такой, очень явно, и насыщенный, я не знаю, на самом деле, как пахнет мускус в реале, но вот здесь, если он преобладает, значит, я от него тащусь, от мускуса, ну, вот, этот обалденный, обалденный, обалденный аромат, мужчинам он очень нравится, главное, самое главное в этом аромате не переборщите, чуть-чуть, чик-чик, опять же, себя все измазали, именно, если бы обширка, только на рот, чик-чик-чик, все, пошли, вы будете пахнуть им весь вечер, вся одежда им пропахнется, это, как, наверное, раньше говорили, Шанель номер 5, капельку капли на кофточку, ее потом стирай, не стирай, этот запах остается, вот так же, наверное, и про этот парфюм, всем советую, любитель, это для ярких девушек, для сексуальных, стервозных, ярких девушек, но я не говорю, что я стерва, просто, я считаю, что этот аромат для таких сильных, красивых, ярких, сексуальных девушек, нарциссы Родригес, фухио, следующий аромат, который я приобрела, это была моя странная покупка, хотя, знаете, я его уже почти выбрызгала, ну, то, что почти, почти половина, это Шанель номер 5, так как все про него трезвонят, с утра до вечера, трезвонили, вот Шанель номер 5, классика, 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 мне, старый Шанель номер 5, не нравится никогда, и когда вышла эта новая версия, A Premier, A Premier, это, по-моему, облегченная версия Шанель номер 5, современная, я ее попробовала в магазине, но не решилась купить, мне он как бы так понравился, ну, не прям сказать, что был вот прям, вот вау, и тоже история, как-то зимой моя знакомая пришла, тоже работала в Слоне Красоты, и она пришла, наша сотрудница, в такой длинной, норковой, белой шубе, стриженной, и я вообще от этой шубы без ума была, прям такая красивая, в полу, бежевая такая шуба, и она здесь, с зимы заходит, там шел снег, свежесть, и она в этой шубе, такая блондинка, подходит ко мне, там что-то говорит, и от нее вот запах пудры, вот запах пудры, такой вкусной пудры, и я опять влюбилась, я говорю, что на тебе, она говорит, что она и номер пять новая, и я пошла, его купила, и в общем, он мне нравится, он, знаете, он тоже под настроением, но, редко-редко, зимой, когда сижу, когда ты, вот такая вся, растакая, как я уже сказала, в общем, очень тоже классный парфюм, в коллекции его иметь, в принципе, даже клево, следующий мой аромат, я пока так начинаю с таких, не очень, что там в нотках, я тоже не знаю, потому что не хочу даже говорить, посмотрите, если сами хотите, в интернете, просто он мне не так уж сильно нравится, чтобы прям нот рассказывать, так же, как и вот этот аромат, который я купила себе в том году, это Lady Million, от, по-моему, Пакарабан, да, Пакарабан, или нет, да, Пакарабан, в общем, пришла в супермаркет, не в супермаркет, ну, на супермаркет, план магазин, где продается косметика, план супермаркета, и вот новинка была, я его попробовала, он мне очень понравился, я не знаю, почему он мне так понравился, я прям его на себя нанесла, и он мне показался такой классный, опять же, как будто бы он неуловимый, там, такой весь супер вкусненький, такой сладенький, я его купила, вышла, домой пришла, уже, куда нанесла, понюхала еще раз, уже когда прошел час, и что-то подумала, блин, нафига я это сделала, и, в общем, я им так редко пользуюсь, он такой, ну, яркий, красивый, цветочный, теплый, опять же, на зиму, на зиму лучше, не на лето, не на весну даже, ну, тоже для девушек, кто любит сладкие, яркие ароматы, мне как бы он не очень, я так, могу редко разбрызнуться, но я, когда я его на себя нанесу, я прям чувствую его сильно на себе, мне прям не нравится, немножко поташен, поэтому, ну, вот так вот, так себе лежит у меня, вот, следующий аромат, мой любимый, мой самый, самый любимый аромат, это, Lanvan, Remi Rose 2, вот такой, где нет у меня крышечек, вы знаете, я потеряла все крышки, я их постоянно теряю, уже говорила в первом виде, так что, не обращайте внимания, что у меня нету крышечек, колпачков, многих парфюмов, причина всех, короче, это мой самый, самый любимый аромат, до него был Eclat Lanvan, мой самый, самый любимый аромат, после него, Eclat Lanvan, после Eclat Lanvan, вышел вот этот аромат, который просто, просто я его обожаю, это мой почти каждый дневный, ежедневный, вечерний, дневной аромат, прям, всегда, 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 must have, можно так сказать, это интерпретация парфюма Remiare, который был тоже в этом, в Lanvan, такой, по-моему, желтого цвета, тоже такая бутылка, но тут вообще, бабушки никакой, мне такого не нравился, якобы это интерпретация, но они вообще абсолютно разные ароматы, здесь присутствует роза, жасмин, апельсин, в общем, очень свежий, яркий, красивый, чувственный, весенний, летний, зимний, любой, он и свежий, и немножко тепленький, и мужчинам он очень нравится, он не яркий прям, не сладкий, не притерный, он очень свеженький, оставляет прекрасный шлейф, когда вы проходите, мужчины оборачиваются, и так, делают, вот так, в общем, вот это супер-супер-супер аромат, для любой девушки, для любой женщины, я думаю, что он нравится всем, вот я, мне так кажется, что он нравится всем, ну, может быть, кому-то и не нравится, но он очень классный, вот этот аромат, советую, следующий мой любимейший аромат, это Moschino Light Clouds, вот такой, облака такие, нарисованы, раньше я думала, что Moschino выпускает не очень ароматы, не знаю, мне не нравились вообще никакие, там не лав-лав, там не еще какие-либо ароматы, почувствовала его на своей подруге, она как-то вышла, и она его нанесла на себя, и я прям вообще, о, что за аромат, такой супер-супер-супер, с таким классным-классным шлейфом, а она говорит, вот это Moschino, я его себе купила, и тащилась, наверное, год, прямо тащилась, сейчас тоже тащусь, но тоже стараюсь много на себя не носить, что помнил мне, не надоел, в общем, очень классный аромат, это для молоденьких девочек, вообще the best, даже для женщин, для девушек, он просто супер-супер-супер, его, он нравится, главное, всем парням, прямо от него, они без ума, вот он действительно, убедилась на собственном опыте, ну, он очень классный, первые ноты, которые попадают вам, вы чувствуете, это персик, но не яркий персик, и не долгий персик, персик буквально, чук, и все, первые нотки, потом он приходит в розу, из жасмин, это просто вау, 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 так что этот супер-пупер, мой любимый, один из любимых, любимейших ароматов, советую, ну, и, наконец, последний мой аромат, это последнее новое приобретение, приобретение мое, Miss Dior Blooming Bouquet, Blooming Bouquet, не знаю, правильно, как он произносится, извините, конечно, вот такой розовый аромат, который сейчас везде рекламируют, ну, начну с того, что я пришла за старым Miss Dior Cherie, и захотелось мне очень сильно Miss Dior Cherie, старый, но, самый первый аромат, захотелось, прям страшно его, и даже знала, что этот аромат вышел, новый какой-то у них там, смотрю розовенькое, что-то в бутылочке, новенькое, нюх, пробую, ну, вообще супер, меня он убил, убил, просто тоже наповал, он мне очень нравится, я его отнесу к пудрово-цветочным ароматам, он действительно пудрово-цветочный, здесь тоже присутствует мускус, цитрусовый, знаете, это же роза, розочка, прям здесь, вот действительно, как рекламируют его, что там такая девушка, вся такая нежная, и розовые розочки, ну, действительно, вот как реклама, так и есть, на самом деле, этот аромат, очень нежный для девушек, для девочек, для всех, у кого весна в душе, для романтичных, для супер женственных, чувственных, вот, очень классный аромат, советую его всем, он и дневной, и вечерний, он и очень приятный шлейф оставляет, мне он очень-очень сильно понравился, и я вообще от него тучусь, можно даже так сказать. Вот такое мое второе, второе мое видео, про мои ароматы, всем спасибо, пока-пока!